Добрый день, дорогие друзья! С вами, как всегда, Елена и Максим. И сегодня мы с вами посетили фермерское предприятие ФВЭ, которое находится на проспекте Льваландау, 50. Посмотрите, какой красивый седум мы здесь нашли. Очень часто возникает вопрос, что можно посадить в том месте, где полив или не достает, или полив очень редок. Ну, предположим, на даче, где вы бываете не всегда. Вот один из ответов на этот вопрос. Это очеток или седум, называйте его, как хотите. Вот такой вот мы нашли здесь. Как видите, листья у него очень красивые, похожи на розочки. И цветение розовое или желтое. Бывает белое. Седум неприхотлив, очень неприхотлив. Как я уже сказала, полив может быть достаточно редким. Цветет он, даже если вы не доливаете его. Но нужно быть готовым к тому, это медонос. И пчел, как здесь вы, наверное, видите, шмелей, будет очень много. Если у вас аллергия на укусы, то тогда вам придется воздержаться от высадки этого растения. Либо, когда он начинает цвести, сразу убирать цветоносы. Его очень красиво смотрится он в альпийских горках. Просто в высадке. Вы видите, он смотрится, как ковер. Красивый. И когда цветет, и когда не цветет, все равно он красивый. Единственное, конечно, нужно еще помнить о том, что он достаточно агрессивен. Во-первых, сам разрастается очень быстро. Веточка ложится на землю и пускает корни. А во-вторых, когда цветает, высыпается очень много семян. Если у вас рядом газон, то будьте готовы к тому, что на газоне постепенно начнет появляться седум. И его нужно будет обязательно выпалывать. Вот такая вот у нас сегодня история о седуме. Всего доброго. Смотрите наш канал.